Здравствуйте, меня зовут Татьяна Курлович, мы с вами на канале Процветок. И сегодня я вам расскажу, как правильно посадить голубику, чтобы она у вас прижилась на участке и росла и вас радовала. Ну а еще, желающим украсить свой участок вересковыми, красиво цветущими, я расскажу, как правильно посадить рододендрон. Итак, у нас с вами здесь есть саженец рододендрона в горшке и саженцы голубики. Куст голубики двухлетний, вот здесь видно побегов их немного, они такие коротенькие, но тут сантиметров 20 высоты. И куст голубики в таком же контейнере трехлетний, то есть здесь уже побеги мощные, есть оставшиеся прошлогодние коротенькие. То есть, ну, по внешнему виду этот куст, конечно, привлекательнее, чем этот. Но в чем между ними разница? Вот снимаем горшок и смотрим. Вот у нас куст двухлетний, так? Даже у него корневая система, видно, что корешки пошли по краю, и в конце концов, поскольку в этом горшке места мало, они начали загибаться внутрь. Но здесь корешки еще, их не сильно много, они еще тоненькие, и они, в принципе, много по поверхности. То есть, у этого куста есть шансы прижиться, когда вы высадите, потому что корневая система, ну, не сильно запутанная. И корешки, вот эти молодые, могут пойти в земле дальше в рост. Вот, что мы наблюдаем, когда то же самое проделаем с трехлетним кустом. Вот этот рос один сезон, этот уже два. Посмотрите, насколько густо здесь заплетены корешки, то есть, переплетено и здесь снаружи, и внутрь все загнуто настолько, что уже вот этот ком, если мы сдавливаем, то даже тут сдвинуть ничего нельзя, сложно. Поэтому, для того, чтобы у вас эти растения прижились, даже желательно двухлетний куст взять, вот у нас здесь секатор есть просто, можно вот так вот снизу немножко разрезать, так, вот, крест-накрест. Вот, и просто взять и развернуть корневую. Особо бояться не стоит, можно не. Можно, как мы раньше с вами смотрели вот с вересками, можно взять и просто сделать несколько надрезов, не трогая снизу. Но вот так оно будет надежнее, потому что вы поможете корням уже расправиться. У голубики корневая система растет не в глубину, а растет в ширину. В глубину она сантиметров на 30-35 проникает. А вот в ширину уже у вас какой куст будет, вот и проекция кроны на землю, это будет вот ширина вашей корневой системы. Поэтому, если вы поможете растению вот так вот расправить корневую, то оно вам будет только благодарно. И оно будет прекрасно расти и проживется. То же самое надо сделать и с трехлетним кустом. То есть здесь уже это делать сложнее. И здесь, наверное, вот эти надрезы такие вертикальные снизу вверх проще было бы сделать. Но тоже можно взять снизу, разрезать куст уже поглубже, чем двухлетку. Так. Вот так вот. Можно и вот так прорезать. Сюда несколько вариантов сделать. То есть несколько этих надрезов таких. Лучше, конечно, ножом это делать. Не-не-не-не, делаем так. И тоже вот берете и вот так вот с поднизу пальцами аккуратненько расправляете эту корневую в стороны. Потому что корни, закрутившиеся туда внутрь, сами они уже в стороны не пойдут. А вот прорезанные вот эти прорези, они дают возможность пробиваться корешкам изнутри отсюда. То есть даже можно вот так вот руками помять, распотрошить, разорвать немножко, чтобы эти корни могли расправиться сами. Вот мы подготовили наши саженцы. Что мы делаем теперь? Мы выкапываем ямку. Ну, чуть побольше размера корневой системы. Так. Так. Здесь у нас уже почва подготовленная. Ну, по поводу почвы уже говорилось много, что для голубики лучше торчаная, с примесью опилок. Так. Вот выкопали мы ямку. Вот берем двухлетний куст. Немножечко расправили корешки и ставим его вот так, чтобы они в яме были в стороны. Так. Вот. После этого кустик засыпает землей. Причем вот у голубики ее не нужно бояться заглублять. То есть можно вот присыпать на несколько сантиметров глубже. Это двухлеточку. Так. Теперь что мы делаем с трехлеточкой? Тоже выкапываем яму. Так. Почва у нас уже здесь подготовленная. Вот видно тут опилочки подмешаны. Вот орфяник такой. То есть как раз то, что надо для голубики. Так. Берем наш куст. Уже с надрезанной и расправленной корневой системой. И тоже помещаем его в эту яму. Так, чтобы вот корни были расправлены в разные стороны. Так. И тоже засыпаем этот кустик. Причем мы тоже не боимся его заглублять. И поскольку здесь вот этот побег длинный, то мы можем засыпать его даже сантиметров на 8-10. Ну и уплотняем, естественно, почву. После этого поливаем. Вот у этого куста можно обрезать вот такие молодые, загущающие короткие ветви сейчас. Или можно оставить на одно лето их просто, чтобы они давали питание кусту. А осенью или на следующий год все это дело вырезать. Чтобы именно оставлять вот такие осевые побеги, хорошие, крепкие, чтобы формировался скелет у куста. У двухлетки эти побеги маленькие, поэтому мы подождем, пока у него в грунте вырастут вот такие. И тогда уже вот эти вот мелкие все подрежем. Вот это что касается голубики. У голубики не надо бояться ее заглублять. Не надо бояться, что вы здесь нарушите именно ее положение в горшке. Что там корневую шею где-то закопаете для голубики. Это не страшно. Вот эти молодые побеги, даже если вы забыли расправить эти корни, у такого куста, если вы посадили его глубже намного, чем он сидел в горшке, есть шанс образовать новую корневую сверху. Где-то там пробиться к корешкам, и он приживется. А если он сидит просто на уровне почвы, то уже дополнительным корням образовываться негде. И куст уже стандартно погибнет, если вы не расправили корни перед этим. Чем отличается посадка рододендрона от посадки голубики? Вот здесь он тоже сидел в горшке. Так, тоже вот несколько побегов у кустика. И корневая система тоже здесь заплела немножко эту почву. Так, ну тут не очень она хорошая развита. Так, ну здесь та же картина будет, если вы достанете куст, и корни сильно заплели ком, то тоже надо будет их расправить. Но вот когда мы высаживаем рододендрон в грунт, так, то есть мы вот выкапываем ямку, так же, как и для той же голубики выкапывали, по объему корневой системы, все. Так, но здесь при посадке мы уже смотрим, чтобы именно сам кустик поместить в грунт так, как он сидел в горшке. Потому что именно у рододендрона вот эта корневая шейка, если ее заглубить, то это будет отрицательным влиянием на сам кустик. То есть рододендрон при заглублении корневой шейки просто перестает расти, а в конце концов просто погибает. Вот поэтому у голубики можете не бояться заглублять, а вот рододендрон можно присыпать, конечно, сверху, но чисто вот немножечко, чуть-чуть буквально, и все. Можно на зиму, конечно, присыпать опилочками, но весной обязательно их отгрести от ствола, чтобы корневая шейка была на поверхности, чтобы кустик мог расти нормально и развиваться. Вот такая разница в посадке между рододендронами и голубиками. А в целом у них требования очень схожи к почве. Но еще есть разница в отношении к солнцу. Если голубика любит солнце, то рододендрон солнце тоже любит, но он и любит высокую влажность воздуха. Поэтому если у вас вечно зеленый рододендрон сидит на открытом солнце, то есть риск, что он у вас будет подгорать. То есть солнце может быть в первой половине дня. То есть с утра еще роса, достаточно прохладно, влажно. И солнце не оказывает отрицательное влияние на вечно зеленый рододендрон. А вот после обеда и западное солнце, оно сухое, жаркое, воздух высыхает. И вот тогда листья у рододендрона начинают подгорать. Если у вас нет здесь системы разбрызгивания воды на этот кустик, то у вас есть проблема с его выращиванием. В таком случае лучше высаживать листопадные рододендроны. Они менее требовательны к условиям освещения и увлажнения, более стойкие. Их можно высаживать и на солнце. Ну, о поливе тоже не стоит забывать. Все, спасибо вам за внимание. Удачи в посадке и выращивании брусничных и декоративных вересков.